МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На поле две команды, решающие разные задачи. Одна четвертая сверху в турнирной таблице, другая, вторая снизу. Первые ждут решающих игр в серии плей-офф. Столивары уже ничего не ждут. Их цель – завершить сезон на мажорной ноте. Для нас мотивация одна – три последние игры дома этого сезона, потому что пока мы дальше не идем. Хочется, чтобы у болельщиков-то осталось не то, что было в начале сезона, а то, что сейчас как бы вырисовывается. Как ни парадоксально, но та дружина, на которую в начале сезона болельщики повесили ярлык неудачников, под занавес заиграла. И шталевцы стали показывать достойный хоккей, чем, несомненно, порадовали болельщиков. Но возник резонный вопрос – почему раньше эта игра не шла? Раньше у нас было много моментов, не забивали. Сейчас игра идет у команды. Реализуем моменты. И от этого у нас появляются силы. Забиваем, выигрываем. Матч с Южным Уралом показал – Абрамов смог таки сколотить единый коллектив. Четыре красивые шайбы в исполнении Столиваров довелось увидеть болельщикам в этой встрече. И не менее красивые сейвы ижевского голкипера Александра Пиманкина. Даже несмотря на то, что гости сократили разрыв до минимума, победу наши парни не упустили. Четыре-три. У нас долгий перерыв был оказался. Как бы долго вкатывались. Но ничего, ребятам спасибо. Спасибо всем за игру, за хорошие партнерам своим. Столько моментов создали. Друг другу помогли. Только позитивные эмоции. Дмитрий Попов, Ансель Галимов, Сергей Егоров и Антон Рехтин – авторы забитых в этом матче шайб. Ребята пообещали, что выложатся на все 200 и в двух последних домашних поединках. Против Чалметы и СРРКИ. И в продолжение темы. В Малопургинском районе эта игра в большом почете. 12 хоккейных коробок задействованы почти всю зиму. Поэтому не мудрено, что там появилась своя команда. В деревне Гожня вот уже полтора года вся окрестная молодежь встает на коньки и гоняет шайбу. Хоккей у нас хорошо стал развиваться после того, как построили хоккейную коробку. Начали сначала у себя в деревне. В прошлом году начали выходить на районные соревнования. Были в призах. Нынче вот уже занимаем первые места. А в Ижевске продолжаются мини-футбольные баталии. Чемпионат Удмуртии выходит на финишную прямую за несколько туров до окончания первенства. Ситуация такова. На первом месте с 19 очками две команды Делин и Утгу. За ними Кристалл с 17 баллами. И еще несколько клубов имеют минимальное отставание от лидеров. Все решится уже в ближайшие выходные. А финальные встречи пройдут 24 февраля. А в это время на ледовом овале Центрального республиканского стадиона соревновались участники чемпионата Удмуртии по конькобежному спорту среди инвалидов по зрению. Старт этот был для них этапом подготовки к Кубку страны в апреле. О кандидатах на поездку в Челябинск в нашем сюжете. Сезон у Сергея Токарева только начинается. Главные старты Кубок страны и международный турнир в Шотландии пройдут в апреле. Так что выходить на пик формы раньше времени спортсмену нет смысла. Пока нет такой задачи обновить личный рекорд. Потому что лед тут не готов. Будем так сказать, чтобы рекорды на нем ставить. Но будем стремиться к тому, что показать более достойные результаты. Высокий уровень для Токарева. Это паралимпиада. Эту мечту Сергей лелеет вот уже 30 лет в его копилке. Десятки наград со всесоюзных и всероссийских стартов. А олимпийская нет. Но это пока. Будем стремиться, что международный паралимпийский комитет все-таки включит. Пока говорят только о показательных выступлениях. Но мы надеемся, что все равно что-то сдвинется. Поэтому мы и готовимся. Токарев легко выиграл в забеге на 100 и 500 метров. Наш паралимпиец и на национальном старте в Челябинске настроен быть первым. В прошлом году на Кубке страны Сергей Один завоевал 5 золотых медалей. Десятку на предстоящем турнире намерены войти и Елена Игнатьева с Игорем Ершовым. Это для них какое-то позитивное событие в жизни, развитие физических способностей, перспективы. Может быть победа в всесоюзных и всероссийских соревнованиях, выход на более высокий спортивный уровень. В следующий раз паралимпийцы соберутся вместе 23 февраля на турнире «Лед. Надежда нашей». А сейчас приятные вести из Казани, с первенства страны по художественной гимнастике, где ижевчанка Анастасия Каракулова среди девочек 2000 года рождения заняла четвертое место. Ее выступление не осталось незамеченным главным тренером сборной России Ирина Вейнер. Она пригласила Настю на гран-при в Москву в начале марта. Такой чести удостаиваются не все спортсменки. На этом я с вами прощаюсь. До встречи завтра.